ВСУ уничтожило отряд наемников. Причина конфликта неизвестна. В центре принятия решений определены. Роскосмос выложил фотографии спутниковые с координатами. Заголовки многих западных СМИ по вчерашним событиям, мягко говоря, красноречивые. Саммит НАТО и впервые в Украине были применены те самые реактивные системы залпового огня по Донбассу. Ну а также Американский институт изучения войны и британская разведка отмечают продвижение российских войск, хоть и медленно, но в нескольких направлениях. В частности, сообщается и о Лисичанске, и о атаках на Славянск. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только 28 июня 17.00. И начну я уже с очередного конфликта между наемниками и ВСУ, который произошел на Донецко-Луганском направлении. Кстати, в интервью Валына упоминал, что возникают разногласия между НАЦБАТами и непосредственно ВСУ. Что стало конфликтом в этот раз между ВСУ и наемниками, сложно сказать. Некоторые источники в активистских кругах говорят о том, что просто ошиблись и обстреляли. Другие говорят, что возник этот конфликт уже давно и, собственно говоря, какая-то часть наемников перестала существовать. Ну и по ходу таких инцидентов будет все больше и больше. С одной стороны, из-за неслаженности определенных действий. С другой стороны, действительно наметились определенные конфликтные ситуации. Также стоит отметить, что в России предлагают давать российское гражданство украинским военным, которые оказались в плену, но не замешаны в каких-то нехороших ситуациях. Ну а мировая пресса сегодня практически полностью гудит о том событии, которое произошло вчера. Кстати, интересное сравнение прислали подписчики о том, сколько стран входит в БРИКС и количество населения, проживающих в этих странах, и сколько в G7. Интересное сравнение. Это все можно посмотреть на моем телеграм-канале. А также различные заголовки тех самых-самых честнейших СМИ о том, что вчера произошло. Когда Анатолий Шарий в 2014 году начал снимать видео о различных, так скажем, проделках украинских СМИ, ну тогда это удивляло. Для человека далекого от медиа возникал вопрос, как же не доверять телевизору? И вот сейчас мы видим на примере западных СМИ продолжение той же украинской тенденции. Ну а еще также я давно наблюдаю за британской разведкой, которая регулярно тоже оставляет свои сообщения в разных украинских группах, вернее украинские группы на нее ссылаются, а также американский институт изучения войны. И как-то со временем вот эти организации как-то отправились в некое путешествие потерянных вещей, как есть такая поговорка. Но ориентируясь на их сообщения, можно понять, что продолжается наступление на Лисичанск, уже какая-то часть Лисичанска взята, а также идет наступление на Славянск. Это все на фоне, конечно же, саммита НАТО, где Зеленский будет просить еще помощь, еще вооружений. Ну и, конечно же, празднуется сегодня День Конституции в Украине, исполнение которой еще при Порошенко ничего не значило, а при Зеленском то и подавно. Но сейчас, конечно же, эффектно можно отвлечь внимание, опять же, Зеленскому различными инфоповодами от того, что происходит на Донецко-Луганском направлении. Ну а заодно поставщикам уже было показано применение того самого орудия, то есть вот этого самого РСЗО, которое ударило по Донбассу. Ну и, конечно же, на фоне НАТО, возможно, еще какие-то обострения ситуации. Конечно же, принятие решения о поставке каких-то вооружений, чтобы продлить по максимуму и увеличить количество различных разрушений. Но тем временем все равно в администрации Байденко предполагают, что уже отыграть ситуацию для Зеленского в отношении территории, на которую зашла российская армия, будет весьма сложно или практически невероятно. На этом пока все. Обязательно подписываемся на телеграм-канал, потому что там я размещаю информацию более широко, по понятным причинам. Дальше будет.